Всем привет! Я хочу вам рассказать о степере, который мы заказали во время карантина, чтобы повысить свою активность. Я просмотрела очень много всяких обзоров у всяких блогеров и решила выбрать именно эту модель Торнео. Заказали ему ее в Спортмастере и сейчас я вам после месяца тестирования расскажу об этой модели подробнее. Сейчас я вам покажу, куда вставить батарейку. Вам понадобится монетка, ее очень удобно открывать. Вставляете, открываете и видите, куда вам нужно ее сунуть. Вот. И вот это вот датчик, который реагирует на ваши шаги. Степер считает ваши шаги, сожженные калории, дистанцию и время, которое вы на нем ходите. Перед тем, как начать заниматься на степере, вам нужна удобная обувь, чтобы ваш гореносток держала. Желательно, чтобы это были кроссовки. Босиком вообще не подойдет на нем заниматься. Сделайте суставную разминку и приступайте к тренировке. Аккуратно заходите на степ, потому что он расходится в разные стороны. Он не прямой, то есть медленно заходим, становимся. Когда вы встали на степер, отведите таз назад, чтобы максимально растянуть ягодичную мышцу и задний бицепс бедра. Наклоните корпус вперед и делайте упор на пятку. И начинайте ходьбу. После месяца использования могу вам сказать, что где-то на первой неделе во время интенсивных тренировок около часа он начал скрипеть. Я читала об этом в обзорах, но не думала, что это будет так быстро и так сильно слышно. Даже после того, как мы его смазали, надолго этого не хватает. И где-то на 30-40 минуте начинаются греться очень сильно вот эти вот панельки. Степер выдерживает до 120 кг. Сам он весит 12,5. К нему есть эспандеры, которые вы можете тоже использовать. Например, на бицепс. Но, как по мне, это вообще бестолковая штука, когда вы сосредоточены на ходьбе. Вы должны понимать, что здесь вы не накачаетесь, не прокачаете, а потратите всего лишь калории, которые помогут вам при дефиците калорий поддерживать форму. Также в комплекте у вас будет идти инструкция, где будет рассказываться, как его собрать, приблизительно, что такое здоровое питание, как правильно тренироваться. Вот упражнение, которое можно делать после или перед тренировкой на степере. Мне очень понравился этот степер, несмотря на то, что он скрипит. Мне, в принципе, все равно. Я ухожу в другую комнату и одеваю наушники. Поэтому, если у вас нет маленьких детей, которые будут просыпаться от этого звука, можете себе спокойно его брать и заниматься.